МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В исполнении актрис театрального товарища Татаря Культурно-досугового центра «Буревестник» Татьяны Косяновой, Ольги Киряти и Милы Курковой. Встречаем! АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, мой дорогой зритель! А вот и я! Здравствуйте, душенька! Здравствуйте, заслуженная артистка Татьяна Александровна! Здравствуйте, душа моя! Здравствуйте, заслуженная во всех отношениях Лорьга Александровна! А-а-а! Здравствуйте, простая артистка, милая Александровна! А я не просто. А я пошатила. А-а-а! А-а-а! О, боже мой! Ну вы же не знаете, с чем я к вам приехала? С чем? Послушайте меня, что я вам сейчас открою. О-о-о! Вот вы уж точно изумитесь! Вот вы уж точно скажете что-то! Просто что-то! Ну это не просто что-то! Ну, не изумляйтесь! О-о-о! Режиссер, ну, совершенно не выходит из себя. Ух ты! А я стою на авансцене. А массовка, как в прежние времена, собирается вокруг меня. Милая, милая, это старо. Старо. Это не старо. Это актуально. Это современно. Это настоящее Бейльгольд. Ха-ха-ха! Веселенькая роль. Ой, какая веселенькая. Ну, хорошо. Сейчас вы точно изумитесь. С изумлением гляжу на вас, Ольга Александровна. И я. Изумляйте, изумляйтесь. Изумляйтесь. Да, я уже давно изумляюсь. Как там Островский у нас поживает в театре? Нет, девочки, нет. Сейчас я вам открою. Ну, так вот. Нынче Островский не в моде. А-а-а! Как не в моде? А кто же нынче вместо Островского? А вместо него Пресняков. Пресняков, это как-то нехорошо. Ну, я вам признаюсь. Да, нехорошо. Именно, точно признаюсь. А я вам скажу, я никогда не буду этому подражать. И я. И я сама тоже. Ну, как подумаем, до чего сегодня доводит мода, ни на что не похоже. Вот, например, моей сестре Алле Александровне прислали песку современную. У нее там ротка гладенькая пригладенькая. Ну, как по мне, так чтобы ротка была поменьше, а костюмов чуть-чуть побольше. Ну, я не об этом. Ну, так вот, я у своей сестры Аллы Александровны, ради смерти и любопытства. Эту песку почитать. Ай, это уж что-то. У вас, душа моя, есть современненькая песка? Ну, как же, душа моя, Татьяна Александровна, ну вот, мне прислали. Ага. Дайте, дайте почитать. Ну, я не могу, я уже дала слово мне Александровне. Да. Ну, вот разве после нее? Да, кто же это будет играть после нее, после заслуженной милой Александровны? Так у вас, душа моя, ко мне? Вот такое отношение, значит, вы, душа моя, других предпочитаете своим? А ведь я вам сестра Чехова. И я ничего не хочу знать. И если вы, если я вам наскучила, то, пожалуйста, я могу прервать с вами всякое партнерство. Ох, как вы прекрасно постарели. Ну, как вы хорошо постарели. Да, но слухи в театре распространяются быстро. И мы слышали, что, оказывается, у вас есть еще одна главненькая роль. Да, главненькая-преглавненькая. Ну, а пьеса, пьеса, как называется? Да, пьеса называется. Ну, скажите же нам скорее название. Название пьесы самое лучшее, какое может быть пьесы. Пьеса называется «Нимая сцена». Ну, это я как не могла предполагать. Ну, а партнеры, партнеры кто? Ну, что вы! Какие могут быть нынче партнеры? Ой, я вам признаюсь, партнеров нет, и декораций тоже нет. Я вам даже признаюсь, у меня, как это, как говорится, монолог. Ну, никак и может быть, чтобы монолог. Монолог. Нет, 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 делайте со мной все, что хотите. Но я никак не могу понять, как это в пьесе под названием «Нимая сцена» может быть монолог. Монолог, нет, не монолог, нет, не монолог, нет, четыре монолога, и при том все внутренние. Ну, это я вам признаюсь. Да, я вам признаюсь, скоро в театре снимут все зеркала. Это для того, чтобы артистки чувствовали себя увереннее, когда играют семнадцатилетних, пятнадцатилетних и семилетних. Ох, да, я вам еще скажу. Знаете что, сейчас уже не ищут зерно. Без зерна. Как зерно не ищут? Так, 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 стер без зерна. Но это для того, чтобы режиссер не строил куры. Так он и вам строил куры. Так он и вам, и вам, и вам, и вам. Так что же он за старух принялся? Ну, милочка моя, ну что-нибудь сыграйте из этой пьесы, новенькой. Здесь? Ну, просим, просим. А я не понял. А вы никому не скажете. Ну, ладно. Почки. Ку! 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 Ничего, ничего, душа моя. Главненькая роль. Сестра моя. Ох, 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 ох. И как? Играет музыка. Играет, играет музыка. Ох, сестры мои, жизни мои. О, музыка играет. А мы здесь. И для чего это мы здесь? А ведь нам нужно дожить до пенсии. Да, надо дожить, дожить надо. Музыка играет. Надо дожить. Придет время. Репертуальный театр уйдет в вечность. Нас позабудут наши голоса, наши лица, сколько нас было. А страдания наши останутся в радость для тех, кто будет репетировать после нас. А кто сможет репетировать после нас? Если бы знать. Если бы знать. Если бы знать. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok